Иностранцы уезжают из России. За последний год в стране наблюдается отток трудовых мигрантов. В большинстве случаев это связано с падением курса рубля. Заработанные мигрантами деньги в переводе на другую валюту оказываются меньшей суммой. Продолжается ли сокращение миграционного потока в Преамурье и как такая ситуация отразится на рынке труда? Ответы на эти вопросы в следующем материале. Обычная стройка и, как обычно, большинство рабочих – это иностранцы. Анатолий ездит на заработки в Россию уже восьмой год. Заработанные деньги переводит в семье, которая живет в Узбекистане. В России ездит, потому что любит нашу страну. Считает, что мы – дружественные народы. Да и работодателя знает уже давно, говорит надежный и не подведет. Деньги получает вовремя кризис, пока не повлиял ни на сроки, ни на размер зарплаты – 50 тысяч в месяц. Правда, из-за скачков валюты сумма, которую высылает на родину, стала меньше. А раньше отправляли нормально где-то. Почти тысячи долларов отправляли. Почти. Почти. Если нормально работа шла. А сейчас – 100 долларов. И то, если получится. Таких, как Анатолий, тысячи по всей России, в Преамурье в частности. Рабочие из ближнего зарубежья приезжают целыми семьями – отец, сыновья и близкие родственники. Сейчас, когда изменился курс рубля по отношению к доллару, ситуация для трудовых мигрантов становится не такой выгодной, как раньше. Но, как рассказывает руководитель строительного холдинга, глобального оттока заграничной рабочей силы нет. Изменился национальный состав работников. На сегодняшний день вектор сместился в сторону больше привлечения, я говорю по своему предприятию, в сторону рабочих из Узбекистана, Таджикистана, Киргизии. В связи с тем, что им отменили так называемые квоты, им можно приглашать неограниченное количество. Неограниченное количество значит, что работодатель может выбрать среди рабочих специалистов с необходимым уровнем квалификации и тех, кого устраивает предлагаемая зарплата. Экономисты же прогнозируют, что если в 2016-м будет нестабильный курс рубля, то такого богатого выбора рабочей силы у работодателей может уже не быть. Пока же иностранцы не меняют страну для заработка, по крайней мере в Преамурье. Это подтверждают и в миграционной службе. Тем гражданам, которые прибывают сюда поездами, самолетом, другими видами транспорта и пересекают государственные границы в других регионах страны, мы можем судить о том, сколько у нас прибывает их на территории области по постановке их на миграционный учет. Ну и здесь мы можем увидеть, что на 3% по сравнению с 9 месяцами прошлого года их увеличилось. Преамурье пока на себе отсутствие или острую нехватку рабочих рук особо не ощутило, говорит официальная статистика. Спрос по-прежнему рождает предложения, законы рынка, в том числе и занятости никто не отменял. Галина Макученко, Дмитрий Тарасов, Амурская служба новостей.